витая джентльмены сегодня я хочу с вами поговорить о том что меня стало раздражать больше всего после того как я стал старше 40 почему-то в интернете и в зарубежном и в нашем очень много кто старается объяснить как нужно тренироваться после 40 лет вот как-то 40 это такое пороговое значение и очень много видео я пересмотрел и ни в одном из них не сказали правды правду о том как тренироваться я сегодня расскажу дай покажу вам тренировочку уже ближе к концу этого видео а пока давайте порассуждаем немного кто нам предлагает эти тренировки первое это типы которые все время на фарме сидели второе это молодняк которому вообще не понять как себя чувствует человек старше 40 лет и третье это те которые вроде как и не фармились вроде как и не молодые но всегда были форме я не буду называть по именам вы можете сами написать в комментариях вы сто процентов знаете так вот один мой друг рассказал мне такую штуку когда он проходил обучение на то чтобы работать с людьми преклонного возраста делать им мануальную терапию восстанавливать их с помощью физической активности на них одевали костюм старца он так назывался если не ошибаюсь в котором минус зрение минус дыхание то есть отдышка тремор в руках и все сопутствующие приколы и вот этот подход я считаю наиболее правильным его запотело это я сам только что потренировался и сразу ремарку если я вам покажу такую тренировку да я старше 40 но если я вам покажу тренировку вы сразу скажите я ты гонишь просто это нереально то что ты делаешь потому что ходьба на руках спринты в работа с гирями тяжелыми это все не про тех людей которые только пришли фитнес для того чтобы не вернуть уже здоровья не вернешь хотя бы поддержать на том уровне котором она есть но может быть чуть-чуть чуть-чуть вернуть былой молодой прыти так вот не надо показывать тренировки возрастным ребятам такие которые их просто повергнут шок и в транс давайте сначала определимся с целями что собственно говоря хотел бы получить человек возрасте от занятий но первое что мне приходит на ум я не хочу быть худым все-таки после 40 хочется быть небольшим скажем так внушительным потому что ты себя лучше чувствуешь ты прекрасно понимаешь как внешний вид влияет на окружающих и поэтому быть худым не вариант второе не хочется быть жирным а ведь после 30 очки после 35 ой как хорошо набирается жировая ткань просто это ну набрать вес если ты в молодости хотел то после 35 ты все время пытаешься бороться с тем чтобы лишака не набрать но не хочется быть как эти бройлеры но ты таким и не будешь потому что фарма не используешь но хочется оставаться подвижным хочется оставаться поджаром хочется под оставаться функциональным и самое главное хочется оставаться сильным и все начинают говорить что после 40 хорошо бы делать силовые тренировки но самое главное еще раз повторюсь это здоровье ведь если вы травмируетесь это повлечет за собой финансовые затраты на больничку сам собственно говоря скорее всего больничный не дай бог еще до операции дело дойдет и скорее всего многие в это время не смогут зарабатывать деньги ведь после 30 это по-любому уже у большинства подавляющего есть семьи есть дети есть работой есть повседневные хлопоты есть куча всего что отвлекает ну согласитесь и сейчас я отберу хлеб у не только блогеров которые вешают лапшу на уши но и фитнес-клубов и прочего прочего каким образом я вам сейчас дам свою рекомендацию как я все это вижу фитнес-клубы качалки это хорошо это классный круг по общению ты можешь пойти пообщаться посмотреть на девочек парать молодняка но как ни крути ходить три раза в неделю четко по расписанию может себе позволить не каждый а путь наш уже после 40 это не спринт это длинный марафон длиной в жизнь нужно ежедневно заниматься поэтому зал не подойдет вот собственно говоря мы подошли к тому моменту что же собственно говоря делать я не беру с вас деньги за советы я не зарабатываю сейчас на этом я просто хочу поделиться рекомендациями но тем не менее если у кого-то есть желание поддержать канал то внизу в описании будут все доступные на сей момент реквизиты чтобы это сделать будет благодарочка и так ребята все вышеперечисленные все вопросы нужно закрывать нужно и быть поджарным и не быть тощим и быть сильным и функциональным и как можно более активно проводить свою жизнь поэтому первое что ребята тренироваться нужно я считаю это практически ежедневно сделайте себя отдыхом только воскресенье подойдут тренировки по бронсону которые есть на канале но тоже возможно не для всех гири великолепный снаряд если мы говорим о эффективности потому что далеко не каждый себе может позволить час-два часа кардио я вчера на велосипеде например проехал три часа и я вам скажу что происходит если делать много кардио ставил такие эксперименты на себе чтобы не опираться на что-то там эфемерная а на себе это самое большое да блин где уже влез дождь идет но все равно потренировался первое это падает тест реально это чувствуется может быть молодняки может как кони бегать сами предоставленные себе там 20 лет и на них это никак не отражается но на мужиках в возрасте скажем это так зрелым длительное кардио просаживает тестостерон а это не только там падение лебедон но еще и падение мышечной ткани все прочее поэтому конечно же если мы говорим о эффективности на первый план выходят гири коротенькие тренировки по 30 минут в день учитывая что там будет 10-15 минут разминки 15 минут комплекс я думаю каждый может себе позволить всего лишь подумайте полчаса в день это получится час 23 часа в неделю и вы сэкономите на таблетках вы сэкономите на многих вещах связанных со здоровьем вы будете здоровыми как говорится знаете велосипедисту лучший самый большой враг государства потому что он не платит за бензин он не платит налоги за дороги он не болеет не носит деньги в аптеку и так далее вот я сюда приехал в свое место тренировок на велосипеде и собственно говоря тот кто занимается он точно такой же враг государства получится поэтому ребята хорошо бы иметь гирьку и ей работать но даже об этом мы поговорим уже в следующем видео потому что далеко не каждый захочет идти искать себе гирю покупать и морочить голову моя рекомендация будет простой ходите ходите пешком вы можете ходить и сейчас и 80 и в 90 лет ходите сначала по прямой потом ходите в горку можете заняться скандинавской ходьбой взять эти палочки пусть как бы на вас не смотрели но это эффективная штука если у вас есть возможность подниматься по ступенькам я собственно говоря и ради ступеней и ради подъема возвышенности на велосипеде еду полчаса чтобы позаниматься побегать по ступенькам и если у вас есть сто и более ступени если вы живете в многоэтажном доме ступени это следующий этап после ходьбы это просто кайф велосипед если есть возможность ездить на велосипеде не вдоль дороги городской, где вы дышать будете выхлопными газами, а по свежей местности это большой плюс. То есть уже три элемента, я вам сказал, в которых вам понадобится максимум только велосипед, который скорее всего где-то в гараже и стоит. То есть первое это ходьба, второе это ступени или подъем на возвышенность, третье это велосипед, четвертое это скакалка. Если вы будете прыгать, вы будете оставаться как можно дольше здоровым. Но это просто по факту. И скакалка наверное самый дешевый спортивный инвертарь. Пятое это делать зарядку. Коротенькую, элементарную зарядку. Вы можете вообще ничего не брать. Вы можете потянуть борцовскую резину с утра. Вы можете сделать бой с тенью, это тоже вам поможет. Это вот те рекомендации, которые я вам хотел бы дать. То есть не ведитесь на всех этих блогеров, которые показывают, что нужно тягать веса после 40. Вы травмируетесь и вы проклянете все на свете. Не нужно вдаваться в эти все воркауты с весами тем более, или сложные элементы, потому что та же самая история. Связки, суставы уже не те. Что-нибудь вывернете. Все. Тоже проклянете, все вам будет не по кайфу. Не надо лезть на фарму. Если еще с утра стояк есть, не лезьте к фарме. Я вот не отбрасываю для себя такую возможность, что я, возможно, когда-нибудь приду в Гезотех, кто не знает, это гормонозамещающая терапия. Но пока с либидой все в порядке, пока я этого делать не собираюсь. Я всегда с вами честно общаюсь. Если это будет в моей жизни, я обязательно вам расскажу про все. Спортивное питание. Тоже частый вопрос, ребята. Хорошо это, да, не спорю. Но очень дорого. Но реально неподъемно. То количество белка, которое нужно в месяц для человека, то, которое хотелось бы пополнить витаминами, креатинчиком и прочее, прочее. Все это выливается в то, что вы можете составить адекватную продуктовую корзину, в которой будут яйца, мясо, кисломолочка и рыба, и прочие овощи, фрукты, особенно это в сезон. И это все перекроет по бабкам. И я скажу, что мне самому не хочется садиться на диету. Но не хочу я. Я хочу кушать вкусно, питательно. Единственное, что не бухать, это самое главное. Не травить себя табаком, не по возможности спать хорошо. И впитывать в себя солнечные лучи. Ну вот с этим у меня вообще что-то непруха в последнее время. Вот, собственно говоря, такие рекомендации мне, ребята. Если вы посмотрели это видео, пожалуйста, поделитесь им с единомышленниками. Потому что нужно просто ломать на корню вот то, что сейчас происходит в Ютубе. Потому что все, кто начинал блогерами в 25-30 лет, уже имея за спиной 10 лет, как у меня и более, ведения канала, все перешли рубеж 40 и начинают затирать такое, что просто волосы у меня, как у тренера с опытом больше 13 лет, начинают шевелиться. Это просто полная ахинея. Ну нельзя этого делать. А что можно, я сейчас покажу. Поэтому делитесь этим видео, накидайте как можно больше комментариев и лайков. Я сейчас поставлю камеру где-нибудь, так, чтобы это уже, камера, чтобы не мог, телефон, и покажу вам элементарные вещи, какие нужно делать. И сейчас я даже вам скажу, что это будет. Это у нас будет, ребята, простая элементарная связка, которую каждый сможет сделать абсолютно в любых полевых условиях. Потому что мы даже не будем использовать турник и брусья. Ведь турник и брусья найти не всегда есть возможность. Перекладина, вы скажете, да, можно на ветке поподтягиваться, у меня есть TRX, у меня есть куча комплектов колец, у меня есть турник, все это есть, но далеко не у всех, ай, сорян, далеко не у всех есть возможность взять и зацепиться где-то. Да и, по правде говоря, у многих лишний вес и подтягивания уже обрубают на корню, а брусья могут вывернуть вам плечи с корнем. Поэтому никаких колец, никаких перекладин, ничего этого сейчас не будет. Будет все предельно просто. Два джампинг-джека, два приседа, два выпада, два отжимания, два велосипеда. Это колени к локтям. Потом все по 4, по 6, по 8 и плюс 2 мы идем до тех пор, пока вы можете держать хоть какой-то уровень работы. Отжиматься можно с коленей, в джампинг-джеке можно делать ходьбой, а не прыжком, в присед можно делать не в полную амплитуду, либо придерживаясь за что-то. То же самое касается и выпадов. Поэтому этот комплекс максимально адаптивный. Он подойдет под все уровни. Хоть вы 20-летний конь, который может уйти далеко за 40 повторов в конце в каждом упражнении, хоть вы уже 80-летний старец, который решил тряхнуть, скажем так, стариной. Давайте я сейчас вам покажу этот комплекс и вы зацените. Я на паузу ставлю. Ну что, погнали. Раз, два, раз, два, раз, два. Отжимаемся. Раз, два, раз, два. Четыре разика. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И так далее. В принципе, я думаю, вы уловили. Поэтому, ребята, все упражнения минимально травмоопасны. Все упражнения легко выполнимы. И очень хорошо оценить можно прогресс. Вы можете поставить 10 минут себе таймер. И посмотреть, сколько вы сделаете за 10. 15, 20, 30 минут. Вы можете поднять темп. Вы можете делать это в режиме табата. Вы можете делать это эмомчиком. В начале каждой минуты делать по два повтора каждого упражнения. Остаток времени отдыхать. Вы можете поставить себе планку, выполнить определенное количество упражнений. И делать это марафон. Работать и работать и работать. Вариантов того, как обыграть эти незамысловатые упражнения, очень много. И я вам советую попробовать это сделать. Здесь вам и кардио, и пресс, и работа всего тела. И самое главное, ноги. Это тестостерон. Забудьте про тяжелые тяги, тяжелые приседы, которые рекомендуют. Поясница, спина уже не те. Травмы, в очень редком исключении, в очень редком исключении, могут пойти вам на пользу. Поэтому, Гирька, если есть дома 24 килограмма, прошу на канал. Если вы разделяете мою философию, прошу на канал, подписывайтесь, чтобы не пропускать видосики. Если вы посмотрите это видео одно, и вам будет достаточно, замечательно. Я это и хотел добиться, чтобы одним видео закрыть вопрос тренировок после 40 лет. Честно, и самое главное, грамотно. Поэтому, поделитесь этим видео. Вот видео с утренней зарядкой уже перевалило за 700 тысяч просмотров. Там, близится к миллиону. И, я так понимаю, его каждый день юзают люди. Делают, делают и делают. Это видео вы посмотрите один раз, сделайте себе пометки в голове, и примите мою философию. Я не говорю, что она единственно правильная. Просто это мой взгляд на вещи, моя позиция. Вы хотели ее услышать, как у меня поменялось мировосприятие, восприятие тренировок с возрастом. Я вам дал рекомендацию с наглядной демонстрацией. Поэтому дерзайте, оставайтесь здоровыми. И самое главное, мыслите трезво. До скорых встреч. Пока-пока. Дождик сегодня, конечно. Фух, не помеха. Даже камни, когда сыпятся с неба, лыжники тренируются в лесу. Так учили меня. И, кстати, лыжи зимой, это тоже будет офигенная нагрузка. Очень приятная, очень правильная. И чтобы вы еще хотели добавить, кто досмотрел до этого места, пожалуйста, давайте в комменты. Добавляем… … … …